У меня напрашивается вопрос по поводу 8 марта. Вот смотрите, это же International Women's Day, да? Международный женский день. Почему в Америке про него не знают? Потому что международным его назвали коммунисты. Это международный коммунистический женский день. Коммунистический. То есть коммунисты создали праздник, который отмечался только в коммунистических странах. Ну так они его создали. Ну что теперь делать? А когда коммунизм кончился, получил еще и дня такого нет. А у нас вот Mother's Day. Примерно то же самое. Там цветы принес, выпил и спать. Такие они. В общем, это международный коммунистический день. Коммунистический. Понятно. Вы в офисе празднуете 8 марта? Вы своих девушек поздравляете? Мы празднуем Mother's Day. Мы... Я даже не уверен, что... Я не помню, что у нас... Но 23 февраля, что никто не поздравляет. Надо девушек ваших поздравлять. Вот, у нас есть Mother's Day, вместо 23 февраля. А если вы не отец, например? Вот если там... Вот если я не мать, вот с чем? Вот как меня поздравляет. Будешь маму поздравлять? Не думал об этом. Не думал. У нас, у нас... Знаете, как говорят? Нет повода не выпить. Вот. Поэтому это нужен какой-то повод, чтобы не отмечать. У нас отмечают праздник Дивали индийский. Мы ходим в компанию. Я вот видео снимал. Мы ходим в компанию одну. Класс. Класс. Там наших штук 20 там девочек из Индии там еще. Кроме них. Все русские ходят в саре. О-о-о. Класс. Это красиво. Красиво. И там, знаешь, обсуждение какое-то было в комментариях. Люди там... Они не поняли. И они говорят, а что, говорят, в этой компании? Все в саре должны ходить. И там одна женщина пишет. Да и чтоб в такой компании работать, я готова каждый день в саре ходить. О-о-о. Прелесть. Прелесть. Прелесть, да. Не суть. Классно, классно. Так есть у вас интернешнл студенты, получается, как бы, не только там с... пост-СНГ люди, да. И там есть индусы. Тут? Да, да, да. Чтоб я так жил. У нас много индусов. Здорово. У нас русские не доминируют. У нас их не больше, чем индусов, конечно. Приезжие, которые съезжаются с разных штатов, в основном русские. А те, которые на местности, больше индусы, конечно. А вы к индусам как относитесь? Или это некорректный вопрос? Я интернационалист, а чё, я к ним много хорошо отношусь. Ну, вот я смотрю, у нас как-то в Украине, особенно в айтичной сфере, не очень любят индусы. А кого они любят? Мускалей любят, что ли? А мускалей тоже не любят. Ну, реально. Да. А кого они любят? Ну... Значит, я не знаю. Значит, всё понятно. У них почему-то уверенность, что они пишут более чистый код, чем индусы. Вот там почитаешь, там, на этих форумах. Угу. Там, господи... Чё они сейчас? Куда они взяли? Знаете, ещё хочу про Лену такую рассказать интересную особенность. Она ж гостья сегодня первый раз на вашем канале. О! Она скромничает. Вспомнилась! Она ж с Аваней скажет, вы знаете, что она профессиональный мейкап-мастер. О боже мой! А как профессионально она ПТУ закончила? Поплавского у нас есть и в Киеве. Университет Поплавского, да? Нет, вы знаете такого поплавского? Наверно, не Фред. А что она? Нет, я не heightened. Нет, я самаучка. Просто она так красиво наносит косметику... Себе или другому? Другому. Ну, себе вы можете убедиться. Вот, посмотрев на Леночку. А другим? А че она молоденькая, че косметику стоит? Ой, вот расскажи, Лен, зачем молоденьким косметику? Мне уже ничего не исправить, а ей исправлять еще нечего. Нет, так дело в том, что у меня очень проблемная кожа, у меня акне, и поэтому... Это, я не знаю, что это. Ну, прыщики. А, господи. Акне. Акне? Акне называется, да. По какому языку? Ну, на английском и сейчас как бы... Добышки. Да. Все называют... А вы кислотой, кислотой. Ой, и, подожди, чем только я его не пробовала, а вот сколько я себя помню, у вас по тоскового возраста, для чего это все, и... Ага. Ну, еще где-то к родителям пройдет. Вот вы не первые говорите. Гормональный фон изменится. Видите, мудрость, из вас прям течет мудрость. Ну, уж течет. Так она выходит. Я... Телефончик. А, это ваш телефончик. Да, сейчас мы ответим. Алло. Да. Отлично, мы тут видео снимаем, Свет. Ой, Свете, приветик. Все, понял, договорились. Я не поздно приду, я не поздно. Я рано приду, Свет. Я тут в женском коллективе. Но приду рано. Люба, Люба. Привет огромной Светлане. Привет, да. Хорошо, Светик. Светик, передай привет нашим зрителям тоже. Они тебя любят. Скажи, что ты им скоро снимешь очередной сюжет. Пусть темы дают, говорит Светлана. Граждане, дайте Свете тему. Адекватная. А, адекватная тема. Я думаю, попеть караоке так еще хочется. Вот попеть прям долго. А тебя спрашивали, что крокодил за завтраком кушал. А, это шутка. Друзья, значит, мы прощаемся со Светой. Когда мы были, помню, радио слушали в советское время, там говорят, к нам подключается группа радиослушателей из Тюменской области. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем репортаж с футбольного матча локомотив, там, я не знаю, что, Черномородзе. У вас есть локомотив там где-нибудь? На Украине есть только локомотив. Локомотив в плане локомотив? Нет, в плане футбольный клуб какой-нибудь. Ну, нет, и не надо. Ну, в Казатине у нас прям вот, у нас на вокзале есть стадион локомотив. А что же на вокзале? Ну, там спорткор. Там население-то сколько? В Казатине. Ой, так не скажу. Сто тысяч, нет? Больше, меньше? Да не меньше. Меньше, пятьдесят, наверное, тысяч где-то, где-то там. Да, да, думаю, где-то приблизительно сорок-пятьдесят. Так вы там всех знаете? В принципе, да. Ну да, поэтому можно передать привет. Все, что смотрят из Казатина. Да, друзья, если кто-то из Казатина нас смотрит, значит, напишите там, напишите, я из Казатина знаю или не знаю Лену. Или там, может быть, родители ваши там живут в Казатине? Да, конечно. Передайте родителям Лены, что она у нас тут на канале. Вот, родителям привет передавайте. Ну, родителям большое привет. Помогите, есть еще кто-то, кроме вас? Да, есть братик младший. Где братик? Он еще в школе. Ну, сколько ему лет? Пятнадцать лет. Дружите с братиком? Да, конечно. Ну, хорошо. Так у вас еще родители молодые совсем. Да. Ну, получайте гражданство. Забирайте родителей. Будете или в планах такого нет? Мы не думали еще. Мы еще не думали. Еще рано. Я верю в то, что я вернусь на Украину. А что вы там будете делать? Африотка. Как что? Ну. Поднимать Украину. Брать и поднимать. А что вам тут не сподобилось? Ну, так не то, что мне не понравилось. Просто вот. Это не родной. Ну, конечно, работать. Начнете делом заниматься, а так сидит дома ничего не делает. Вообще, уже ж в эти лап занято. Курс проводит. Боркшоп готовит. Мы, когда поедем в Украину, планируем мастер-класс по мейкапу провести для девочек-айтишниц. Представляете, какой класс? Как у вас там девочки-айтишниц-то? У них нет проблем замуж выйти? Специфически для девочек-айтишниц. Сейчас слишком умная, знаешь, такое нет такого. Слишком умная, мужики шарахаются от них. Да, вроде бы. Наоборот, мужчины любят. Программисты, что любят, если возле них... Есть такое, да. Ну, хорошо, хорошо. Ну, и обычно, знаете, как коллектив, много мужчин, там, мало девушек. Так, то есть, они же еще ленивые. Им же вот, вот, если мимо идешь, так он внимания тебя обращает. А если там надо куда-то пойти, уже нет. Да. А вы не знаете, что ли? Для того, чтобы на тебя внимание обратили, надо всюду быть самой. Шустрить надо. Шуметь нужно. Хромко смеяться. Шустрить, шустрить. 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 Да. Или так, знаешь, когда... Мужчина, угостите папироское. Не, не, знаете, сейчас как он... Поломался телефон, помогите отремонтировать. Это... Это что-то такое? Или как настроить, как установить вайбер, например. Не запускается вайбер. Вы вайбером пользуетесь? Нет. Ну, скайп, например. Скайп. Запускается скайп. Понятно, что ты сама можешь это сделать. Вот Лена удивляется. Но когда ты пришла и попросила коллегу, вот она и обратила внимание. Это знаете что? Это современное воплощение вот этой мужской мечты. Молочка с булочкой на печку с дурочкой. Вот, вот, да. Вот, ты прошла? Дурочка, там не может вайбер установить. Понятно? Вот мне тоже кажется, нужно обратно с умными вопросами подходить. А не вот это вот. Так можно по поводу телефона умный вопрос тоже найти. Ну вот да. Девки, не пытайтесь быть умными. Пытайтесь быть. Знаешь, как говорят, что ты хочешь быть правым и счастливым. Вот. И то, и другое. Это вы по-женски смотрите. А в мужчине такой выбора нет. Пожалуйста, и то, и другое. Да. Ну что же, хорошо. Так вы, если, допустим, вы вдруг оказались бы в Украине, вы где бы сейчас жили? В каком городе? В Киеве. Ну, я училась в Киеве. И, в принципе, я вот работала перед отъездом в Киев. А где вы учились там? Национальный авиационный университет. Так вы тут залететь можете? Ну да. Получается, компьютер сайенс у меня была кафедра. Но так как вуз авиационный, то мы специализовались на черных ящиках. То есть я специалист подрошу пробки черных ящиков. Блэкбокс? Кстати, это не Блэкбокс. Это оранжевая кастрюля. Это шутка такая. Хотя, но называется-то Блэкбокс. Вот они, вот откуда идет-то. А все говорят, этот день тестировщика, бага вытащили между плат. Вот он где, Блэкбокс. Значит, днем тестировщика Блэкбокс должен быть день, когда сделали обязательное использование черного ящика. Кстати, да, я никогда аналогию не приводила. Вот он, черный ящик. Судьба. Вот как оно еще тогда тебе было суждено стать тестувальником. Так что я Блэкбокс никогда не тестировала, так что... Ну, видишь, мы все знаем Блэкбокс, тестим Блэкбокс, Грейбокс, а теперь у нас будет Оранжбокс. Оранжбокс. Оранжбокс-тестер. Давайте сертификацию эту делать. Будем открывать центр, сертифицировать по Оранжбокс-тестеру. Надо, знаете, такую сертификацию, которая дает счастье, придумать счастье. Вот, допустим, сертифицирован, там, допустим, до счастья. Да, и все хотят девушку, которая сертифицирована до счастья. Класс. Представляешь? Вот, и тогда уже действительно... Но только это не должна быть дешевая сертификация. Это должно быть уже... Подороже, чем Стэнфорд. Ну, подождите, так тоже нельзя. Так тоже нельзя. Это может какой-то премиум класс, может быть. Да. В общем-то. Ну, в этом можно развивать. Знаете, где-нибудь на Крузе, допустим, там, 2000 человек собрал и сертифицируешь. За 10 дней всех подряд. Вот, так что... По тестированию сертификации, это смешно. Я, на самом деле, думал это сделать в 1995-1996. Ну, потому что мы думаем, раз мы учим, и мы какой-то стандарт тогда создали. Для начинающего теста. Тогда эта индустрия была новая, и никто не знал, что это. И вот тот стандарт, который мы создали, вот то, что я определил, как учебный план для нас, он довольно долго, ну, 5-6 лет это вот доминировало в Кремниевой долине. Я думаю, что, может быть, надо создать какой-то такой. Потом еще, вот что скажу. Там была такая сертифицирующая организация, Brain Bench она называлась. Слышали, как-нибудь Brain Bench? Вот Brain Basket слышала. Да, Brain Bench. Значит, Brain Bench что делал? Там было много разных дисциплин. И ты должна была прийти и ответить на вопросы. И тебе давали очки. Говорят, там, 75 очков. И дальше получалась такая история, что, когда ты ищешь там свой H1B, да, и ты пишешь там C++, там, где сертификаты, образование, ты говоришь там, я не помню, там, 90% на Brain Basket, там, C++, 88%. И ты прямо это все писала и ссылочку даешь туда. И это было как бы объективным измерением того, чего ты знаешь. Прямо сейчас у меня есть ребята, которые, тут одна израильская компания делает примерно то же сейчас. Для эмплойеров, то есть там платить должен не человек, который тест берет, а платить должен быть эмплойер, который отсылает новичка вот на этот тест. То есть эмплойерам дает там 50 долларов. И дальше человек пришел, и они должны его прогонять, ну, электронно все это происходит, он должен по каким-то параметрам там пройтись. И они видят соответствие кандидата тем или иным требованиям. Поэтому идея тестирования человека, ну, какой-то, не то что сертификация, но как бы измерение его в каких-то вот таких единицах. Но вот Brain Bench, он именно сертифицировал. Поэтому, чего я хочу сказать, все время делались такие попытки. Вот сертификация по C++, ну, кто тебя будет сертифицировать? Ну, вот был Brain Bench, может, он сейчас здесь, я не знаю. Но было увлечение вот этим Brain Bench, и там по тестированию что-то было. И я помню, вот у нас ребята начинали делать, оно было очень эклектичным. То есть там были какие-то вещи из реального тестирования, какие-то вещи из такого, что вот там где-нибудь, может, CT College изучают, я не знаю. Ну, то есть, вот мы такого не видим. Может, еще для чего, там, я где-то в какой-то узкой области там нужно. Но, во всяком случае, вот наш выпускник уверенно сдавал этот Brain Bench сертификацию по... Нормально, такой хороший выпускник, легко сдавал. Но, я не знаю, видимо, не пошло, потому что мы не видим их больше. А они были безумно популярны. То есть по популярности вот с этими даже сравнить нельзя. Это несопоставимо было. Ну да, и куда-то пропали, да? И куда-то пропали. Значит, ну, почему-то они вот популярны не в Америке. Они популярны где-то в Европе. А здесь я не вижу. Ну да. Наверное, где-то есть. То есть кто-то вам скажет, что вот у нас там вот без этого не возьмут. Ну, может быть, я же не говорю, что нигде, никто и никогда. Я просто говорю, что если кто-то тебе скажет, что вот возьми сертификацию, и тебе это даст работу, это развод. Это кидалово настоящий. Ну да, конечно. И на этом очень многие стоят. То же самое тебе говорят, получи бакалавра нашего университета, и открой счет в банке цыганский кредит. Понимаешь? И будет тебе счастье. Тогда даже если ты выпускаешься из института, и нет гарантии, что ты получишь работу, правильно? Ты все равно потом сам ищешь. Если ты из университета такого выпускаешься, который, скажем, не вошел в топ 20% или 10%, гарантия, что ты будешь иметь проблемы. Даже гарантия. Конечно, если ты там не в лучших 5-10% у тебя будут проблемы. Но это видим, как я не знаю, что... И вот смотрите, вот такой вопрос к вам. Вот представьте... Сертификация. Есть там человеку исполняется сколько? Сколько в институт идут? 18 лет или 16? 16. 16, да? Что вы такое говорите? Надо школу уже закончить. Закончить школу. Ну, пусть 18. Ну, неважно, да? Пусть 18 лет вот собирается человек идти в институт. Что, если мы вместо института прийти к вам в школу, отучиться и устроиться на работу? 18 лет ему даже к нам в школу не надо. 18 лет ты можешь взять онлайновые курсы, можешь пойти в сити-каллодж, ты можешь что-нибудь такое легенькое подхватить. А работу? 18 лет на 15, на 12 долларов тебя и так возьмут. Почему? Потому что тебе 18 лет. Потому что за 3 копейки тебя можно взять и посмотреть, что у тебя получится и как дальше пойдет. Это отдельный рынок. Это здесь. Здесь у нас тут. Ну да, но в Украине не так. Нет, в Украине так. Раньше, возможно, если ты свежачок, тебя могли взять, чтобы с тебя слепить уже компании провести, им это выгоднее, им это дешевле, им лучше ее обучить тебя, им дешевле было. Но сейчас уже не тот этап. Сейчас уже рынок перенасыщен джуниорами и интернами. Потому что у вас перекос произошел. У вас IT это единственная сфера, которая как бы живет в значительной степени на доллары. Потому что на зарубежных проектах. Поэтому если ты хочешь деньги получать, ты должен быть где-то где есть деньги. А в других областях просто денег сейчас нет. Сейчас хуже стало. Поэтому я могу сказать, что у меня, например, на канале нашем, голос силиконовой долины, у меня трафик, просмотры из России у меня вдвое больше, чем из Украины. Просмотры. А если мы посмотрим на курс по тестированию, у меня просмотров из Украины вдвое больше, чем с Россией. То есть, соответственно, пропорции 4 к 1. То есть общий трафик и трафик на тестирование Украины в 4 раза больше. Удельно люди смотрят это дело. Потому что у них меньше этих оппортунитистов. Я не знаю. Тем не менее, люди находят работу постоянно. Я вот так смотрю тут, смотрю там. И все время пишут. Я нашел тут, я нашел там. И в Харькове, и в Днепропетровске. И во Львове. Ну да. Но вот все-таки, вот смотрите, возвращаясь к этому человеку, к тому 18 лет. Он может без института устроиться в IT-сферу? То есть, ему, по идее, не нужен институт. Абсолютно. Он может устроиться, например, в техникул-саппорт. Если он местный, да, у него он говорит по-английски хорошо. Он пошел в техникул-саппорт, он посидел там на телефоне. Он там на месте перешел куда угодно. Да, он в это время параллельно ходит в сити-каллоч. Он берет там... Или к вам. А что вы сити-каллоч? Пусть к вам ходят. Он может к нам пойти, конечно. И вы же ему еще и работу поможете найти. Ну, это правда. Ну, еще раз, он и без нас легко обойдется. Он может к нам прийти. У нас есть люди 17-18 лет, 19-20 лет, есть, конечно. Но он без нас обойдется тоже. Вот когда тебе 35, вот тогда сложно. Понимаешь, 35 на начальную позицию не возьмут. И 28 не очень возьмут. На 15 долларов тебя не хотят брать. На 15 долларов тебя взять 18-летнего. Понимаешь? Поэтому вот такая вилка образуется. Он может, конечно, но... Я не знаю, но это стоит денег каких-то. Если родители, допустим, понимают, зачем они это делают, потому что обычно родители платят. Они говорят, да, но он быстрее пойдет, он, скажем, его выкинет куда-то. У нас есть такие, что 18 лет, там, в 19 он уже там 75 тысяч получает. Понимаешь? Ну, да. Уколо таких. И больше тоже есть. Так, а зачем тогда люди в институт входят, скажите? Спасибо. 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 Спасибо.